Всем привет. Привет, ребят. Всем привет. Меня хорошо слышно? Да, отлично тебя слышно. Мы немножко задержались прошлого доклада. Прям одну секунду я нацепляю, что надо сказать. Итак, ребята, если вы не говорите русский, unfortunately, вы можете идти в дискуссионную комнату с Олегом, или вы можете следить на другие стримы. И посмотрите на адженду, на декабря. Есть другие разговоры, в английском, мы иметь их больше. Поэтому вернемся к нам после двух часов. Окей, все, можем продолжать по-русски. Я все сказал. Немножко мы задержались с Олегом, я думаю, что ничего страшного. Коль, расскажи, пожалуйста, в двух словах, о чем будет твой доклад. Окей. Вообще, я как бы планировал это рассказать на самом докладе, но окей. Мой доклад, собственно, будет о таких двух инструментах Java мира, как сиквенсы из Котлина и стримы из Java. Об этом и пойдет речь. Мы посмотрим, собственно, что в них похожего, чем они отличаются, посмотрим, как они устроены и работают. Ну и в конце, не то чтобы их сравним, просто сделаем какие-то выводы. Вот. Как-то вот так. То есть, по большей части, будет очень много кода, который, к сожалению, не мой, который уже написан до меня. Мы будем исследовать исходники Java и исходники Котлина. Отлично. Тогда я думаю, что можем не терять время погрузиться в исследование. Вот. Можешь начинать шарить свой экран. Проверим, чтобы все видно и начнем. Да, секундочку. Так, шарскрин. Ага. Отлично. Все видно, да? Да, мы видим твой экран. Погнали. Удачи. Окей, спасибо большое. Собственно, еще раз. Меня зовут Николай. Я работаю в Тинькофф. И сегодня мне бы хотелось рассказать про двух ленивцев из Java мира. А именно, про стримы из Java и про секвенсы из Котлина. Вообще, почему я решил про это рассказать? Все началось, наверное, года полтора назад, когда мы проводили финтех-школу для студентов. И надо было рассказывать про коллекции, про секвенсы и вот про все вот это дело. И, готовясь к лекции, мне захотелось рассказать что-то больше, чем просто про, ну, про, скажем так, чуть больше, чем то, как работают секвенсы. Чуть больше, чем просто про API. Вот. Мне захотелось рассказать, как это вообще все работает. Я посмотрел в исходники, оказалось все там довольно несложно, в то же время довольно интересно и понятно. Я пришел на лекцию, рассказал студентам, им зашло. После этого мне захотелось поделиться этим с остальными и уже, скажем так, на местной рязанской тусовке я рассказал примерно то же самое, только плюс еще и про стримы. Вроде как на местной тусовке это понравилось тоже. Ну, и после этого решили, а почему бы и не поделиться с большим количеством людей. Собственно, про стримы и про секвенсы. Почему же ленивцы? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим такой простенький и, наверное, всем привычный пример. Есть у нас какой-то списочек. Здесь у нас имена известных мультяшных персонажей. Мы его фильтруем, затем мы применяем преобразование какое-то и в конце пробегаемся по, скажем так, по тому, что мы там намапили и выводим на экран. Так, кстати, это код на котлине. Собственно, что здесь не так? Здесь не так то, что после операции фильтра мы создаем новую коллекцию, потому что, извините, фильтр – это функция расширения, которая возвращает новый список. Окей, с мэп у нас аналогичная история. Мы возвращаем новую коллекцию. И как бы мы изначально хотели просто, скажем так, пробежаться и вывести какие-то преобразованные результаты, а тут у нас на каждый шаг мы имеем новую коллекцию, которая нам, в принципе, не сдалась вообще никак. Что делать? Для этого в котлине придумали такой инструмент, как секвенсы. Собственно, пример один в один, только мы добавляем одну строчку. ssequence. В итоге ssequence возвращается в секвенс. Дальше, когда мы фильтруем на выход, мы опять получаем секвенс. Потом, когда мы маппим, получаем опять секвенс. Ну и в конце применяется терминальная операция, которая все это дело запускает и ха-ха, профит. И тут должны появиться злопыхатели, которые скажут, парень, мы, кажется, это уже видели в стримах. Есть конвейерные операции, которые возвращают там стрим, есть терминальные операции, без которой не запустится ничего, как бы. Что здесь как бы такого, почему-то решил про это рассказывать. нет, ребят, это все-таки не совсем баян, как могли многие подумать. И чтобы посмотреть на, скажем так, на разницу, я предлагаю чуть-чуть окунуться в, скажем так, в то, как работает один инструмент и как работает другой, ну и в конце уже какие-то делать выводы. Собственно, давайте начнем с секвенсов, потому что они чуточку проще. Рассмотрим аналогичный пример тому, что мы видели в самом начале. Имеется некий список хрюш, степаш, фили. Получаем секвенс, фильтруем, маппим, ну и в конце преобразуем это дело, например, в список. Что у нас здесь происходит? Во-первых, нужно сначала сказать, что секвенс это не что иное, как просто интерфейс, который умеет отдать итератор наружу. В принципе, ничего особенного. Чем-то напоминает iterable из java. Окей, идем дальше. Что происходит, когда мы этот секвенс вызываем? Кстати, секвенс это функция расширения, которая у нас объявлена на iterable. что же происходит? Мы вызываем функцию секвенс, куда передаем оригинальный итератор от iterable. Что же происходит в собственной самой функции? Мы создаем объект секвенс, где реализуем один-единственный метод итератор. И вот этот итератор отдает оригинальный итератор от того iterable, который получили на вход. Кажется, пока все просто. Идем смотреть дальше, что происходит. Дальше надо посмотреть, как работает операция фильтр. Операция фильтра должна вернуть тоже секвенс, потому что мы помним, что это конвейерная операция, она возвращает секвенс. Здесь мы возвращаем не обычный секвенс, а фильтр секвенс. Это одна из реализаций. на вход она принимает секвенс, получается, родитель, хотя, наверное, правильно сказать, наверное, не родитель, а секвенс источник. То есть тот самый, который мы создали на предыдущем шаге. Принимает флажок, сравнивать мы будем по скажем так, по true значению или false, потому что операция фильтра принимает некий предикат. И, собственно, сам предикат, который мы будем применять для элементов. Окей. Что же происходит, ну, то есть как работает вообще этот фильтр секвенс? Для этого достаточно посмотреть на итератор, который возвращается. Окей. Смотрим на функцию, которая возвращает итератор. Здесь в самом начале происходят довольно простые действия. мы берем итератор от оригинального секвенса, который, как мы помним в данном случае тот, который мы создали, который идет у нас от iterable. Говорим, что next это у нас минус единичка, то есть пока неизвестно, найдем мы что-то или нет. И следующий элемент у нас null, то есть самое такое начальное состояние. Окей. В чем, скажем так, что самое главное в итераторе, это две функции, это next и has next. Давайте посмотрим, как вот, собственно, они здесь работают. Во функциях next и has next здесь самое главное имеет вызов приватного метода calc next, который что делает? Который, когда вызывают или же одну функцию или другую, вызывает, собственно, этот calc next, называется, мы бежим по итератору до тех пор, пока не найдем элемент, который будет удовлетворять нужному нам переданному предикату. То есть мы будем для каждого элемента вызывать, выполнять предикат вот этот вот, сравнивать со значением true или false в зависимости от того, какой был передан, в нашем случае это true. Ну и, собственно, если нашли, мы говорим, что окей, вот он next элемент, вот он next state, все, хорош. И дальше уже результаты, скажем так, результаты этой функции будут использованы или же в next, или же в has next. В случае has next мы просто сравним результат с единичкой, то есть было ли что-то найдено, ну и, соответственно, вернем true, ну или же false, если не нашли. Ну а в случае next мы проставим в результат то значение, которое нашли и следующий там, скажем так, следующее состояние, следующий элемент, который, ну, потенциально может быть, мы опять, скажем так, выставляем в дефолтные значения. И получается, что у нас в данном случае итератор оборачивает оригинальный итератор, который мы получили из предыдущего секунса просто для каждого элемента выполняем предикат. И что, как бы, ок устраивает, мы пропускаем дальше. Что не ок, мы, как бы, не пропускаем. Кажется, довольно просто. Давайте посмотрим, как работает map. Map работает аналогичным образом. Мы тоже возвращаем sequence. Это также является функцией расширения, только в данном случае она на вход принимает функцию преобразования. И здесь мы создаем не фильтр sequence, как в прошлый раз, а transforming sequence. В чем фишка transforming sequence? То, что, собственно, в данном случае мы будем элементы не фильтровать, а преобразовывать. Что здесь происходит? Здесь функция итератор еще проще, потому что тот итератор, который мы возвращаем собственно не делает практически ничего. Мы в функции next для каждого элемента, который получаем из оригинального итератора, просто вызываем функцию трансформер, который получили на вход. То есть все. А в случае с has next все еще проще. Мы просто оборачиваем оригинальный итератор и собственно больше ничего и не делаем. Вот она. Идем дальше. Мы выполнили конвейерные операции. Нужно выполнить терминальную, которая собственно все запустит, без которой точнее ничего это не будет запущено. Окей. Давайте посмотрим сначала самую простую операцию. Это forage. Что здесь происходит? Во-первых, forage это тоже функция расширения, которая у sequence имеется. На вход принимаем некое действие, которое мы можем выполнить. И мы в forage получается пробегаясь по итератору, так как у нас в sequence есть итератор, мы можем это сделать, мы применяем для каждого элемента вот то действие, которое получили на вход. А как мы помним, мы в данном случае будем пробегаться не просто по какому-то итератору, а вот по всей вот той вложенности, которую мы сейчас с вами наблюдали. То есть есть источник sequence, есть оборачивающий его фильтр sequence, есть оборачивающий его же уже transforming sequence. Что происходит в случае, если мы пытаемся вызвать терминальную операцию count, то есть посчитать сколько же у нас элементов. Мы точно так же пробегаем по всему источнику, деталируемся, просто на каждом шаге мы выполняем инкремент и результат отдаем наружу. Тут даже чуть попроще. И давайте посмотрим, как можно получить списочек наружу. Для этого есть опять же функция расширения ту лист, которая должна вернуть список. здесь мы будем возвращать список, который немодифицируемый. В Kotlin есть два типа коллекции, это модифицируемые и немодифицируемые. Поэтому сначала мы получаем изменяемую коллекцию mutable. Для этого мы создаем собственно R-list, куда будем помещать весь результат. И вот этот R-list, который будет скажем так приемником, передаем внутрь функции расширения ту коллекцию, где опять же мы пробегаем скажем так итератором по всему источнику и каждый элемент, который прошел через всю эту цепочку, мы помещаем внутрь результирующей коллекции, то есть R-list. Дальше он преобразуется в R-donary и отдается наружу. В принципе кажется все. Вот так вот работают несложные сиквенсы. Я когда вот этот материал давал студентам, у меня постоянно была в голове аналогия. Что же вот, какие вот у меня на что это похоже, скажем так, как им попонятнее это объяснить. И в принципе аналогия родилась быстро. Это же матрешка самая обычная. Сначала у нас есть списочек, который справа, потом он оборачивается в секвенс, потом он оборачивается в фильтр секвенс, потом он оборачивается в трансформин секвенс. у нас есть финальная терминальная операция, мы всю эту цепочку прогоняем и в принципе все. Так это работает. На самом деле мне этот механизм очень нравится, потому что он достаточно простой и скажем так, если завтра мне захочется добавить какую-то свою конвертную операцию по какой-то причине или же свою терминальную операцию, мне это будет сделать крайне несложно, потому что в принципе вы сами видели, что логика не супер какая-то навороченная. Прежде чем переходить к следующей части и разбору того, как работают стримы, я хотел бы спросить, есть ли какие-то может быть из чата вопросы ко мне, вот на 1-2 я, пожалуй, смог бы ответить. Ну и дух заодно перевел бы. Алло? Меня вообще слышно? Я, да, я здесь все хорошо, у нас просто технические неполадки очень быстро выводят. Все отлично, пока у нас нет вопросов. Ну, окей. Пока все видимо понятно. Окей, раз понятно, тогда давайте посмотрим, как же работают стримы, ну, чтобы, как говорится, можно было в конце какие-то делать выводы. Окей. Рассмотрим аналогичный пример. У нас есть какая-то коллекция, мы получаем от нее стрим, фильтруем, дальше выполняем для каждого элемента преобразование и в конце терминальная операция. Все по классике. Все как мы привыкли. Собственно, давайте смотреть, что происходит здесь. Сначала, собственно, стрим надо создать. вызывается метод стрим, который объявлен, если мне не изменяет память у интерфейса метод стрим, который является дефолтным у интерфейса коллекшн, который вызывает статический класс, статический метод класса стрим support на вход передает два параметра. Собственно, из параллел, является ли стрим параллельным или же последовательным, и сплитератор. Если параметр параллел вероятно понятен, потому что есть стримы параллельные, есть последовательные. Кстати, да, сегодня мы будем говорить только про последовательные стримы. Вот. То со сплитератором не все так понятно. Что же это такое есть? Мне очень понравилось на каком-то, я не помню, из докладов кто-то сказал, что сплитератор это такой итератор под допингом. В принципе, наверное, это близко к истине. Сплитератор это вообще интерфейс, в котором объявлено достаточно много всяких разных методов и вспомнить их я, конечно, не смогу сейчас всем. Но для понимания нужно помнить про два из них. Первый из них это трисплит, который позволяет настоящий сплитератор поделить. Это как раз нужно при работе с параллельными стримами. и метод tryAdvance, который является чем-то таким является миксом между next и hasNext у итератора. То есть, если элемент найден, мы возвращаем true, если не найден, возвращаем false. Ну и для каждого элемента мы применяем экшен, который от этого tryAdvance получает на вход. Окей. Двигаемся дальше. Мы так не сказали, как же вот этот вот стрим создается. Я сказал, что вызывается метод стрим статический, который объявлен в классе streamSupport, который вызывается из collection. Вот. Что здесь происходит? Происходит, во-первых, проверка, что сплитератор действительно есть, и мы создаем объект head, куда, собственно, сплитератор, некоторые флаги, и вот этот вот флаг параллельный или нет передаем. Окей. Что же такое head? Head это класс, который является наследником от reference pipeline. По коду все очевидно. Reference pipeline, в свою очередь, является наследником abstract pipeline и реализует тот самый стрим, который мы должны вернуть. abstract pipeline является наследником вот pipeline helper и еще implemented base stream, который, в свою очередь, auto-cloasable. Если честно, даже я сейчас вот, скажем так, зная этот материал, уже начинаю путаться, кто является чьим наследником. Поэтому для простоты давайте просто посмотрим на диаграмму классов. Для того, чтобы вообще понимать, как работают стримы, сам механизм, нам по большей части понадобится правая составляющая данной диаграммы. То есть pipeline helper, abstract pipeline и reference pipeline. Там содержится тот самый код, который позволяет всей этой магии работать. Окей. Мы, собственно, создали тот самый стрим, с которым будем дальше работать. Окей. Что дальше? Дальше нужно этот стрим отфильтровать. Что происходит здесь? Сейчас. О, пересохло. Что происходит здесь? Мы знаем, что фильтр это конвейерная операция. На вход принимают некий предикат и должна вернуть стрим. Мы же здесь создаем некую stateless op. Ага. Что же это за stateless op? Опять же, если мы будем смотреть исходник, stateless op у нас является наследником от reference pipeline, который в свою очередь, как мы помним, ну, скажем так, реализует стрим. Окей. Вроде все нормально. Идем дальше. В этом stateless op мы должны реализовать некий метод, он в rapsync, который вернет sync. Ага. Вообще, что это такое и откуда он взялся? Он взялся из метода, ой, он взялся из класса abstract pipeline, который, как мы помним, является нас, является родителем от reference pipeline, в котором довольно интересный конструктор на самом деле. Конструктор принимает в себя предыдущие состояния, или же в данном случае там предыдущий abstract pipeline, или же скажем так, говоря по-простому, вот предыдущий стрим, который мы создали шагом раньше. И здесь мы что делаем? Мы говорим эй, предыдущий abstract pipeline, у тебя следующее состояние, вот текущее, а текущему объекту, который создаем, говорим, у тебя предыдущее состояние, вот как раз вот тот следующий, который пришел. И увеличиваем глубину на единичку. Зачем это нужно, мы увидим в самом конце. Хорошо. Понятно, что вот этот op-wrap-sync из abstract pipeline, наверное, он что-то должен вернуть. Возвращает он такую сущность, как sync. Ага, что же это такое? Sync, если особо не придираться к терминам, это просто-напросто consumer. Consumer это функциональный интерфейс, у которого есть один метод accept. То есть, собственно, что мы будем делать с вот каждым ну, грубо говоря, accept. И здесь мы описываем некое действие, которое будет применяться каждому элементу. Окей. Здесь мы даже создаем не просто sync, а некий sync.chain reference. Это же что такое? Это тоже, кстати, sync, который внутри себя содержит такое полюшка, как downstream. Вот тут уже надо сказать подробнее, что же такое downstream. Downstream это тоже sync, то есть consumer. Только в данном случае это consumer, скажем так, тот, который у нас будет дальше по скажем так, дальше по ходу нашего пайплайна. То есть, если у нас, например, идет последовательность stream, фильтр, map, то для, например, фильтра downstream будет вот то, что у нас пришло от map. Звучит немножко навороченно, но дальше будет понятно, почему происходит так. Хорошо. Давайте все-таки вернемся к фильтру. Как он работает? Фильтр, как я уже говорил раньше, принимает предикат. И вот этот самый предикат используется в методе accept, который, как мы помним раньше, мы должны реализовать, потому что, собственно, sync – это консюмер, и мы должны, скажем так, описать этот экшен, который будет происходить при выполнении операции фильтра. Здесь все также довольно несложно, как было в случае с сиквенсами. Мы выполняем для элемента, который мы, скажем так, получаем на каждом шаге, на каждой итерации, точнее, мы выполняем для элемента предикат, если условие у нас ок, истинное, то мы идем дальше, вызываем, получается, следующий консюмер. Соответственно, для фильтра это будет уже в нашем случае, в нашем примере, это будет консюмер, который идет от мэп. Окей. Наверное, надо дальше поговорить, как работает мэп. Тут тоже мы должны вернуть стрим, и в принципе здесь все очень похоже за исключением того, что здесь мы на вход принимаем не предикат, а некую функцию, которая будет преобразовывать один тип к другому. Даже, наверное, не преобразовывать, а создавать вообще какой-то новый объект. Окей. Возвращать какой-то другой объект. Окей. здесь мы также возвращаем статус оп, который, как мы помним, стримом, и здесь также есть метод accept, который мы должны реализовать от консюмера. В данном случае мы для downstream, который идет дальше, точнее, downstream, то есть консюмеру, который идет дальше по цепочке, мы передаем каждый пришедший элемент, но только предварительно применив к нему вот эту функцию преобразования. Вот. Так работает функция map. И теперь, пожалуй, надо начать рассказ про то, как вообще работают терминальные операции, потому что, пожалуй, в терминальных операциях тут самое сложное и самое, пожалуй, интересное. Для начала рассмотрим, как работает терминальная операция for each. на вход здесь мы получаем, передаем в операцию for each функцию, которую будет печатать просто каждый элемент, который, скажем так, дошел до этой терминальной операции. Что происходит, когда мы вызываем вот эту терминальную операцию for each? мы видим, что есть некий метод evaluate, который на вход принимает некий результат от make ref, от метода make ref. Давайте разбираться, что здесь происходит. Когда мы называем статический метод make ref от класса for each ops, мы туда передаем два параметра, является ли стрим порядочным или нет и собственно само действие, которое мы хотим применять. В нашем случае это println. Хорошо. Что возвращает этот make ref? make ref возвращает некую сущность terminal op, которая вероятнее всего описывает ту терминальную операцию, с которой мы будем иметь дело. Хорошо. Что происходит дальше? Дальше мы создаем некий off ref из класс некий off ref, сюда передаем все те же самые параметры. Off ref у нас является наследником от for each op, который в свою очередь реализует терминал op, и то в свою очередь движется в сторону, в свою очередь extended sync, тот самый sync, который является консюмером. Опять же, такая не самая короткая цепочка наследований, поэтому надо привести диаграмму. Окей. То есть в данном случае мы опять будем иметь дело так или иначе с синком, то есть с консюмером. Хорошо. Движемся дальше. Что из себя представляет вот эта терминальная операция, про которую я говорил? Она представляет из себя просто некий контейнер и описание, что окей, при вызове вот этой терминальной операции мы будем выполнять тот консюмер, который получили на вход, то есть println. Окей. Идем дальше. Теперь поговорим, что происходит в методе evaluate, который на вход принимает ту самую терминальную операцию. Тут происходят сначала какие-то проверки, которые нас особо волновать не должны. и мы смотрим, является ли стрим параллельным или последовательным. Мы говорим сегодня про последовательные стримы, поэтому идем по второй веточке. Что происходит дальше? Мы вызываем evaluate sequential, который на вход принимает два параметра. Собственно некий helper и собственно сплитератор. Что же это за helper? А это тот самый pipeline helper, про который речь шла, когда мы говорили про reference pipeline, abstract pipeline, и они в свою очередь были наследниками от pipeline helper. Вот его мы как раз и передаем. И на мой взгляд самая интересная часть это именно касается pipeline helper. Что же там происходит? Тут мы вызываем метод wrap and copy, куда передаем все это добро. То есть мы передаем собственно sync, ну потому что мы вообще вот этот эволюет sequential вызываем от терминальной операции, то есть от synch, да? Собственно в helper мы передаем subsync и splitterator. да, кстати, забыл показать диаграмму. И что же здесь происходит? Здесь опять же сказать, все не очень просто, с другой стороны не очень сложно. Сначала выполняется некий метод wrap sync, куда мы передаем собственно subsync, ну те, кто забыл sync, это консюмер. и в данном случае в wrap sync мы бежимся по, скажем так, вот всей той вложенности, которая у нас была, когда вот я рассказывал, что abstract pipeline получается себе на вход предыдущий abstract pipeline и так далее. Вот тут мы пробегаемся по всей этой цепочке только в обратном направлении и вызываем функцию obwrap sync. Тогда собственно передаем sync предыдущий и вот так мы бежим скажем так в самое начало от терминальной операции и выполняем оборачивание. Это как раз именно поэтому в wrap sync downstream это вот тот самый консюмер, который будет выполняться дальше. Вот. В итоге выполняется это оборачивание и на выход отдается такой, скажем так, жирненький sync, то есть который является капустой. Он оборачивает скажем так другие syncy. И вот это вот все дело, вот этот вот консюмер такой жирненький мы отдаем на вход в copy into. Что же происходит в copy into? В copy into, во-первых, мы сначала смотрим, является ли данная операция короткозамкнутой, то есть можем ли мы ее, скажем так, закончить, не пробегаясь до конца. В нашем случае нет, не является, поэтому мы делаем все по-честному. Здесь вызывается метод for each remaining у сплитератора, который в свою очередь вызывает try advance до тех пор, пока есть элементы в цикле do while и для каждого элемента выполняется то действие, которое было передано. В нашем случае это вот тот самый action, который, скажем так, который мы оборачиваем на предыдущем шаге, когда там сначала у нас идет как называется там, я уже забыл, когда у нас сначала там фильтрующая операция, потом операция преобразования, ну и она оборачивается уже операцией вывода элемента. И вот так вот на каждом шаге мы выполняем всю эту последовательность и таким образом отрабатывает терминальная операция for each. Хорошо. Мы посмотрели операцию for each, но для такого, наверное, полного, скажем так, проведения полной аналогии с секвенсами, наверное, надо посмотреть еще операции count и получения результата в виде списка. Что происходит здесь? Count у нас вызывается из класса reference pipeline, реализует, собственно, метод count из стримов. Здесь что мы делаем? сначала выполняется операция map2long, которая на вход принимает некую, скажем так, функцию преобразования, где мы каждому элементу ставим в соответствии единичку. Ага, где это происходит? Это происходит собственно в том самом методе map2long, про который я сказал, на выход мы отдаем тоже стрим, только уже не стрим, который работает с объектами, а стрим лонговский. И здесь как бы все примерно то же самое, что и с обычными стримами, только тут как бы лонги. И здесь сорян, и здесь мы выполняем приведение каждого элемента к единичке. Зачем? Кажется, уже можно начать догадываться, зачем? Зачем? Чтобы в операции SU можно было эти единички как-то использовать. Окей, что происходит в SUM? SUM у нас объявлено в классе по-моему long reference сейчас там был reference pipeline здесь long pipeline да, объявлен в классе long pipeline и в SUM вызывается один метод reduce, который в себя принимает начальное значение нолик и функцию, которая будет собственно считать сколько всего у нас элементов осталось хорошо как она работает функция reduce функция reduce внутри себя вызывает скажем так внутри себя создает терминальную операцию потому что без нее никуда и опять же тот метод evaluate который собственно работает аналогично как с предыдущим кейсом давайте посмотрим как создается терминальная операция здесь создается терминальная операция которая должна вернуть reduce op и собственно reduce op должен вернуть тот самый SYNC consumer сам reduce SYNC объявлен прям тут же и он работает достаточно просто здесь есть такое поле как state его мы заполняем тем значением которое пришло у нас из вне начальным значением тот нолик хорошо дальше при вызове метода accept тот самый который у нас тянется от consumer мы на каждом шаге будем выполнять ту операцию которую мы передали в нашем случае это сумм и на каждом шаге будем увеличивать наш счетчик хорошо ну и в конце собственно да сумм и в конце собственно мы результат должны будем вернуть окей что происходит дальше дальше мы вот эту терминальную операцию отдаем функцию evaluate ну а дальше выполняется все то же самое что и было в случае с операцией forage оборачивание друг друг и т.д. и т.п. и в конце получаем результат хорошо поговорили про то как считается давайте посмотрим как получить результат в виде списка тут кажется чуть посложнее в терминальную операцию collect мы должны передать коллектор который получается с вызовом статического метода to list от класса collectors здесь выполняем здесь создается экземпляр коллектора который на вход в себя принимает несколько параметров собственно то куда мы будем складывать то как мы будем складывать и то что мы будем делать если нам нужно будет объединять ну вероятно это используется последняя операция когда у нас параллельные стримы и нам надо результаты склеивать и какой-то флаг передаем хорошо что же внутри себя этот коллектор импл представляет глобально он из себя ничего не представляет он из себя представляет просто хранение вот этого вот сапплайера аккумулятора комбайнера и характеристик больше себя он в данном случае ничего и не представляет никакой больше смысловой нагрузки не несет хорошо мы создали коллектор дальше мы его должны передать в метод collect также мы здесь смотрим является ли операция параллельной или последовательной в нашем случае повторюсь все последовательно и мы идем выполнять функцию evaluate которая на вход как мы помним должна что принять должна принять терминальную операцию посмотрим как создается здесь терминальная операция метод makeRef который на вход принимает в себя коллектор он создает тоже терминальную операцию здесь мы также как в случае с каунтом возвращаем reducing sync и в целом логика здесь очень похожая здесь также работаем со стейтом только в начале когда мы начинаем скажем так все наше действие мы в этот стейт присваиваем то значение которое скажем так мы передали из получается коллектора на один слайд назад вернуть чтобы было понятнее вот мы передали коллектор в коллекторе у нас содержится supplier операция и data p собственно на начальном шаге мы присваиваем стейту вот то значение которое у нас было то есть насколько я помню там array list у нас хорошо что дальше дальше у нас должно выполняться на каждом шаге должна выполняться на каждом шаге функция accept что происходит функция accept здесь мы выполняем ровно ту функцию которую передали насколько я помню там была функция добавить элемент то есть мы на каждом шаге выполняем приращение то есть добавляем элемент который до нас добежал и в самом конце ну и как бы и все если у нас стримы параллельные еще выполняется комбайн то есть когда мы слепляем результат вместе вот так выглядит терминальная операция что же происходит далее далее вызывается все тот же самый метод evaluate про который мы говорили раньше мы получаем результат в некий контейнер в нашем случае там будет обычный array list в конце мы смотрим можем ли мы сразу вернуть данный результат наружу или же надо чуть-чуть поприседать или можем ли мы сразу привести результат к нужному нам типу и вернуть обратно или же надо чуть-чуть поприседать в принципе больше здесь ничего не происходит так вот отрабатывает функция collect и на самом деле когда я пытаюсь провести аналогию какую-то из жизни со стримами ой рановато сорянчики вот мы посмотрели как работает функция collect давайте посмотрим как работает тот самый сплитератор про который мы говорили некоторое время назад то есть собственно тот механизм который позволяет бегать по нашему какому-то источнику и выполнять для каждого элемента операцию я посмотрел реализацию двух сплитераторов это итератор сплитератор собственно который скажем так самый такой дефолтовый и тот сплитератор который есть у рейлиста как они работают как работает итератор сплитератор здесь мы собственно получаем оригинальный итератор и для каждого получается ну и просто вызываем функцию has next и next если есть что вызвать и для каждого элемента выполняем собственно тот action который у нас пришел на вход и все как работает реализ сплитератор тут собственно сначала мы получаем некий индекс точнее мы вычисляем индекс элемента получаем из массива ну так как реализ содержит массив получаем элемент и вызываем функцию action для каждого полученного элемента в принципе все такая логика и тут как бы говоря про стримы опять хочется вспомнить матриошку потому что опять же мы имеем такой вот запаковывание имеем такое же запаковывание только в данном случае мы запаковываем консюмера например но идея как бы такая же и на самом деле стримы мне тоже очень нравится как сделаны и в принципе можно объяснить вот ту сложность по сравнению с секвенсами тем что действительно стримы должны быть более сложными потому что они должны уметь там делиться уметь там склеиваться потому что надо поддерживать параллельность в конце двигаясь к концу точнее я бы хотел рассмотреть еще одну особенность которая скажем так в стримах и в секвенсах работают по-разному например было бы здорово если бы данный код из стримов был бы валиден то есть он как бы валиден да все скомпиливается но мы упадем в рантайме было бы здорово если бы мы бы могли строить некий список мы получаем от него стрим мы его фильтруем а дальше бах выполняем одну конвертную операцию и терминальную а потом бах и еще одну терминальную операцию даже было бы действительно здорово почему же в стримах так делать нельзя почему если мы так сделаем то мы словим исключение что так и так стрим уже как бы отработал фишка в том что не по любому источнику можно пробежаться скажем так дважды например есть такой интерфейс directory stream он реализует iterable но в случае данного интерфейса мы итератор можем получить только однажды и если попробуем получить его еще раз то словим исключение вот в котлене же если попытаться провернуть такую хитрость то мы словим тоже исключение если будем работать с директором stream только уже нас отругает не механизм секвенсов а мы конкретно словим исключение то что бла-бла-бла такой итератор уже как бы был получен и кажется сначала что как же так в стримах подумали о таких проблемах а когда делали секвенсы нет не подумали и как бы не до конца продумали скажем так механизм на самом деле нет когда делали секвенсы тоже там все продумали просто решили отдать это наутку разработчикам и прям в интерфейсе секвенс в доке написано что так и так в случае если итератор получить не получится во второй раз то как бы извиняйте поэтому как бы претензий к тем кто делал секвенсы тоже нет они обо всем предупреждают просто в данном случае нам самим решать как работать с этим механизмом позволять или скажем так в своем коде второй раз вызывать терминальную операцию того же самого секвенса или же нет вот но надо помнить что могут быть такие последствия в конце подытоживая хотелось бы скажем так вспомнить чем же они все-таки отличаются и ну как-то подвести некую черту секвенсы они построены на итераторе и да это гораздо проще понимается гораздо проще что-то свое там долепить сбоку вот стремы же они на более сложном механизме там внутри лежит цепи итератор ну и вы сами видели что про стремы я дольше рассказывал потому что действительно там все более круто наворочено но на это есть объективные причины вот стремы более функциональные хотя бы потому что они могут работать параллельно стремы же они не переиспользуемы а секвенсы можно переиспользовать как вот видели на примере ранее ну и да секвенсы они только последовательные а стремы параллельные в конце я хотел бы сказать что мне дико нравятся оба эти инструмента я считаю они оба решают свои задачи и ну как бы сравнивать наверное их вообще неправильно каждый для своих нужд каждый для своего языка и заканчивая мой рассказ я хотел бы порекомендовать вам какие-то вот ресурсы если вам данная тема зашла и хотелось бы чуть-чуть еще углубиться в данный материал например есть неплохое обсуждение на стеку почему же почему же стримы так сказать одноразовые собственно вот этот пример я взял оттуда когда показывал что если вот мы директори стрим скажем так в секунде дважды попробовал обработать то словим проблемочку и собственно вот этот пример с директори стрима как раз взял с этого обсуждения по скажем в данном обсуждении есть еще другие примеры поэтому я очень рекомендую заинтересованным почитать есть еще занятный доклад от девушки Маргариты фамилия не знаю как читается там вообще доклад про Котлин и про его ленивость часть доклада уделена как раз сиквенсам и как раз она тоже приводит подобный пример что как же жалко что насколько я помню если не ошибаюсь опять же что как же жалко что например в стримах нельзя сделать так что мы ролевали сделали дважды терминальную операцию вот а в Котлин не можно то есть такой пример можно посмотреть и у нее и если хочется посмотреть каких-то интересных примеров работы со стримами и вообще-то прям погрузиться погрузиться тут наверное надо смотреть в первую очередь доклады Тагира Валеева у него очень много интересного материала на данную тему я уверен что каждый посмотрев эти доклады для себя узнает что-то новое на этом пожалуй у меня все и если есть у кого-то ко мне вопросы я на них буду рад ответить спасибо большое Кольт спасибо большое за очень крутой доклад мне кажется очень интересно очень много подробностей о том как оно все внутри устроено Антон есть у нас какие-то вопросы да сначала тоже хотел бы поблагодарить за доклад спасибо кишочки все как мы любим есть вопрос в чате про разницу между секвенс и стрим наверное он немножко провокационный зачем использовать секвенс если уже есть стрим один кейс ты привел но когда нам нужно переиспользовать какой-то источник данных но возможно есть еще какие-то кейсы окей во-первых как бы ну наверное это даже не кейс а просто особенность то что типа в секвенсах так можно а в стримах нельзя это во-первых во-вторых я могу сейчас очень сильно ошибиться но насколько я помню первая версия Котлина ну первая да они разрабатывались когда еще там восьмерка или же не вышло или же ну где-то в тех краях и как я понимаю тогда не было уверенности что реально такой механизм как стримы будет а язык уже делался Котлин поэтому собственно подобная штука нужна была это второй точнее это вот один посыл другой посыл что все-таки есть такие ребята как андроид разработчики которые скажем так у которых скажем так не все так гладко я не очень в курсе как там вообще обстоят у них дела вот в их мире но предполагаю что стримы у них появились тоже вот не очень давно и какое-то время назад писать вот такой вот декларативный код при работе с скажем так с источниками данных да было возможно только используя секунсы вот как-то так хорошо спасибо и тогда у меня есть еще вопрос от себя возможно ты знаешь возможно между у стримов и у секвенс есть какие-то различия в производительности если мы говорим только о параллельных версиях стримов про последовательные наверное нет да да про последовательные я честно говоря данный вопрос не изучал вот ты прям не копал но можно порассуждать давайте порассуждаем в одном случае что мы делаем мы выполняем какое-то действие цепочку действий да когда пробегаемся итератором вот это в секунсах в стримах кажется мы делаем примерно то же самое но чуть-чуть создаем по ходу движения вероятно 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 создаем по ходу движения чуть-чуть больше каких-то объектов обвязок и т.д. и т.п. поэтому предположу что для каких-то простых случаев разница там будет наверное ну такая прям микроскопическая мне кажется в рамках современных приложений про это даже ну наверное и не стоит говорить хотя опять же я могу ошибаться в случае если там идет сравнение с 4H наверно там да будет разница потому что в одном случае ну если опять же какой-то прям примитивный случай то что тут мы все-таки создаем какие-то обвязки там мы просто бегаем верно вот ну по идее кажется создать там парочку-троечку консюмеров и там пробежаться это не так сложно и не так дорого поэтому я полагаю там все измеряется какими-то там микрочастицами опять же при каких-то прочих равных простых примерах возможно какие-то есть кейсы где там да будут различия но я в этом не копался кстати по поводу раз что пошли такие провокационные вопросы про сравнение раз уж когда я данную историю рассказывал друзьям скажем так у меня был коллега один который говорил как же так типа секвенсы это все от лукавого вот эти всякие ваши обвязочки этот весь ваш сахарок с там типа ту лист там ту сет это вся ерунда вот а в стримах все так брутально подсаски через коллектора но зато как бы надежно вот и самое забавное что сейчас вышла 16 джава там появился метод у стримов ту лист который возвращает список вот но на самом деле тут тоже не все так просто насколько мне известно там возвращается в отличие от коллектора возвращается и мутабельный ну от того коллектора который я показывал возвращается эму табельный список и там в случае ту-лист от стрима, там не просто обертка над коллектором, там несколько все более сложно. Я, честно скажу, не ковырялся, как там все работает, но там точно возвращается имутабельный список. Поэтому, скажем так, что-то, возможно, даже стримы у Котлина подтыривают. В кавычках подтыривают. Хорошо, спасибо. Да, у нас есть небольшая поправочка, прям, секунду. В чате Ютуба ты показал доклад Маргариты, ее зовут Маргарита Недельская, принесла спикер смотреть ее доклады. Да, раз про это речь зашла. Да, я тоже видел у нее несколько докладов. Она очень прикольно, интересно рассказывает. Причем у нее все доклады такие, как это называется. То есть у меня сейчас было все так довольно так бы сухо, я смотрел в экран, то у нее там с какими-то там шутечками, с, насколько я знаю, там всегда какие-то игрушки стоят, скажем так, при ней рядом. У нее такое там всегда околошоу. Так что я тоже рекомендую смотреть. А, ну и, кстати, еще плюс есть. Она рассказывает и на английском, и на русском, и, насколько я знаю, на украинском. То есть тут вообще вся аудитория покрывается. Хорошо. Я думаю, что на этом будем потихонечку сворачивать этот доклад. Спасибо большое, Коль, тебе за доклад. Антон, спасибо тебе большое за модерацию. У нас сейчас стартует дискуссионная Zoom-комната. Ссылочка появится, уже появилась в Telegram-чате, и сейчас появится в чате в YouTube. Ребят, провожаю вас туда. Пока-пока. Спасибо большое за доклад. Субтитры сделал DimaTorzok